Что думает по поводу своей молниеносной отставки и короткосрочной карьеры? Кстати, сам Александр Сухомлин, спросим у него личного, гость подробностей. Здравствуйте! Ну, как вас назначали, мы все видели, неоднократно показывали даже в подробностях, и только что вы посмотрели это в сюжете. А как вас увольняли, мне интересно? Как голосовали? Добрый день! В связи с тем, что такое количество информации, я бы просил 15-20 секунд рассказать о себе. Я самодостаточный человек, которого увольняли с должности Укрспирта правительства Януковича Азарова первый раз. За что? Ни за что. Просто уволен. Ну, совсем уж ни за что. Нет, ни за что. Ну, по последний раз, давайте напомним, из правительства Азарова вас уволили по результатам внутренней проверки Кабунина. За три года я ферму сделал 125 по Форбсу, в 10 раз увеличил ферму. За тех три года из них полтора года кризиса. Я самодостаточный человек и продал ее в 2010-м. В 2010-м я был назначен замминистра, и после замминистра я работал советником у четырех министров. Если кому-то не нравится Уклюева, я работал у Порошенко. Александр Анатольевич, это биография, это все прекрасно. Хорошо, все, я не знаю, я бросил вы, да. Все это найдет в гугле. Как вас назначали, как вас, да. Голосовали, когда вас назначали, голосовали все единогласно, правда? Да. Весь Кабмин. Сегодня так же единогласно, через неделю после назначения? Я не присутствовал. Вы не присутствовали? Что вам сказали? Кто вам об этом сообщил? Мне об увольнении сообщил, я ее прочитал, так же новость, как и все остальные. И пока вы ни с кем из Кабминета министров, ну, в частности, СССР. Я разговаривал до этого, я разговаривал до этого, потому что те обвинения, которые мне предъявлены, те обвинения, они не соответствуют ни одному, они все, все заказные и все не соответствуют действительности. Александр Анатольевич, как бы там ни было, ну, может быть, там в суде вы это все будете доказывать. Я не буду доказывать. Как бы там ни было, ну, тогда, тем более, вы будете все равно вписаны в историю Украины, как человек, который стал первым жертвой иллюстрации. Я не жертвой иллюстрации, я не подпадаю под законы иллюстрации. Ну, тем не менее, вы уволены сегодня. Вы хорошо знаете Кабминет министров, хотя и побывали там всего лишь неделю, да, в последней каденции, но были раньше, знаете, хорошо этих людей. Как много там людей работает, которым будут применены санкции закона иллюстрации? Санкции закона иллюстрации. Я хочу сказать, что мне повезло работать в Кабминете министров с такими людьми, как Максюта, Мерковский, Емельянова и так далее. Мне повезло с ними, они ушли с этих должностей. Вы называете тех людей, которых нужно иллюстрировать или не нужно иллюстрировать? Которые подпадают под закон иллюстрации, они ушли. Они отдали десятки лет в госслужбе. Это золотой фонд госслужащих. Я в них многому-многому научился. И если есть возможность, то надо в закон этот иллюстрации, он подписан. Но надо защитить их. Меня защищать не надо. Надо защитить их и внести в закон иллюстрации хотя бы то, что если он отдал больше 10 лет в госслужбе, этот человек нигде в мире не подпадает должности под закон иллюстрации. Везде только персоналии. Вы хотите сказать, что у нас и среди чиновников все святые, все хорошие профессионалы и иллюстрировать никого не нужно? Среди чиновников, как и среди обычных людей, есть хорошие и плохие. Назумайте имена. Уволены, я еще раз говорю. Максют Амерковский. Из тех, кто вас увольнял сегодня? Из тех министров, которые сегодня сидят в кабинете министров? Я честно скажу, я этим вопросом не занимался, никогда не занимался вопросом, кого надо иллюстрировать или как. Но все же, не знаю, мне хотелось от вас услышать какие-то фамилии. Люди, которые вас единогласно назначили, люди, которые единогласно вас сняли с этого места. Их иллюстрировать нужно или нет? Я сожалею, что эти люди сняли благодаря недобросовестным публикациям. Я сожалею. Потому что меня никто не снимал и не отстранял от должности в 2011 году о том, что вы написали. Меня никто не снимал, не обвинял ни в правомерных действиях. Потому что действия служебно-расследователи показали, что были правомерные. Я сделал следующее. Извините, нет, я не услышал ответа на свой поставленный вопрос. Еще раз. Как много в кабинете министров, как много... Я не иллюстратор. Еще раз говорю, я занимаюсь вопросами экономики. Как много в парламенте людей, которых нужно иллюстрировать. Вы прекрасно это знаете. Я не занимался этим вопросом. Я не занимаюсь иллюстрацией. Я занимаюсь экономикой. Спасибо. Ну вот такие ответы мы получили от уже экс-заместителя министра экономического развития и торговли Украины Александра Сухомлина. Спасибо.